Вас, может быть, интересует духовная сторона жизни человека, для чего человек вообще живёт, и что дальше будет. Вас не слышно почему-то, у вас работает компьютер-то? Не слышно, посмотрите, не включилось, звуку нету. Нету, нету, звуку нету, нету. Нету звуку, нету, не слышно. Ни одного слова не слышно. Посмотрите, что у вас там, у меня хорошо работает, у меня стационарный процессор стоит, и монитор. Будут вопросы какие-то, можно было бы всё ответить, но не слышно. Почему? Посмотрите, что там случилось. Заклинило, видимо, у вас там слабо интернет работает. У вас движения ни одного нету, тут замерло всё. Жалко, конечно. Человек одетый, тут редко одетый-то. Процентов наполовину голые мужики валяются. А вы одеты приличные, не лежите, а сидите, тоже диво. Не пьёте, не едите, не курите. Вы сильно отделяетесь от других людей-то. И с вами можно нормально разговаривать. Ещё если не ругаетесь, то вообще нормально. У вас остановилось, я понимаю, не знаю, слышите вы или нет. Вот как жалко-то. Ну, ладно, если что, я вам скажу. О, Игнатий Тихонович написали. Так так и есть. Наши ресурсы, знаете, во свете Библии. Интересно. Я бы вам свои ресурсы скинул. Вот как, молодец какой. Я гляжу, вы так прилично выглядите. Да, у нас очень большие ресурсы. 14 770 роликов. 34 тысячи подписчиков и просмотров 34 миллиона. Мы людям показываем, как жить. Вот. Спаси Христос. Если у вас будет желание поговорить по скайпу, то зарядите Игнатий Лапкин. Я один с этим именем, фамилией. Так, ты меня закрыла здесь. Коша. Ну-ка, давай. Опа. Давай. Вот. Я вам бы ещё, чтобы показал тут. Ну, ладно. Заклинило всё. Вы напишите, вы меня слышите? Вот так. Вот. Да. Ну, хорошо. Вот. Я не знаю, здесь можно или нет. Знаете ли, нет наши ресурсы. У нас сайт есть. Сайт. Восвяти Библии. Только не Ютуб, а сайт. Вот. О, а если в семинаре учились, у нас там сокровища. На сайте 50 книг моим голосом насчитаны. 50 книг. Это Библия. 12 томов Иоанна Златоуста. 12 томов Жития Святых. 5 томов Добротолюбия. Григорий Дещенко. 4 книги. Архипелаг, ГУЛАГ. Ну, 50 книг. У нас очень большой сайт. Большой. Там 38 книг, которые у меня вышли в бумажном варианте. И еще 7 в интернетной версии. Вот сейчас сколько мусульман заходит. Я Библию показываю им вот так вот. Библию я говорю, считаете? Никто почти не считал. У нас Коран. Я говорю, какой Коран? Может, вот этот? Коран. Я говорю, считаете что? Ни один не может прочитать. Он говорит, тут баран. Вы так же не знаете ничего, как мы православные. Я говорю, у нас тоже церковно-славянский язык-то. Надо по-русски уже. Патриарх Кирилл служил недавно по-русски. Алпеев по-русски служил. Митрополит. Иларион. Ну, надо, чтобы Павел, говорит, лучше 5 слов скажу на родном языке, чем 10 тысяч на незнакомом. Тут что? Толковать-то о чем можно? Насчет современных священников. Ну, что говорить? У меня брат священник. Вот мы в Барнауле. И моему брату, отцу Акиму, 40 лет исполнилось, как он в священном сане. Мы в Барнауле. Мы относимся еще к РПЦЗ. Но у нас очень хорошее отношение. И от московской патриархии митрополит здесь Сергий Иванников. Очень хороший. До этого были сложные отношения. Был тут Дмитриев Максим, его куда-то туда отправили. А этого прислали епископам. Сейчас митрополит. И мы деревню строим православный. Он приезжает с хористами, со священниками. И здесь он пришел к нам. Приехал. И, ну, все в Этубе есть. Как он служит здесь. Служит. И взял, снял с себя крест с украшениями во время богослужения. И торжественно на брата моего он надел. Награждаешься крестом с украшениями. Это интересно так было смотреть. Барнаульский и Алтайский. Вот так. Если есть какие-то вопросы, вы по скайпу зайдите. А то так неудобно. Вы печатаете, а я говорю. Ну что, знаете, все, раз в семинарии учитесь тут. Вы только, если хотите быть хорошим священником, до 30 лет не рукополагайтесь. С 14-15 правила 6-го Вселенского собора извергает людей, которые делаются раньше. Это рано или поздно это будет стоять, да. Так и сделает Господь и благословит вас. Ну, вы знаете, что мы строим православную деревню. А в России 21 тысяча погибло. И только полным погружением к крещению. Готовятся у нас люди. Вот патриарх сказал, говорит, беседы проводить. Ну, я знаю тут какая-то епархия. Архиерей говорит, ну хоть беседы две-то проводите по 20 минутах. Забунтовали священники? Зачем две? Одна? Одна. А мы подготавливаем 500 часов. 500. Я одновременно тут в пяти университетах вел занятия, в школах. Три радиопрограммы. И люди, больше было людей приходили. Только с погружением. Один раз мы крестим. Батюшка заходит в воду 7 июля. Или в первое воскресенье после 7 июля. К нам отовсюду приезжает. С Германии, с Франции. И кого откуда только не было. Интересно, у нас в Мейл.ру 22 430 фотографий. И, видимо, знают про них. И вот патриарши выпускают брошюрки, а фотографии от нас берут. Ну, хоть бы рассылку сделали, чтобы взяли там. Нет. Ну, фотография эта красочная. Как в воде, батюшка. Как там подходят люди, одетые в белом. У нас строго по форме все одеты. Даже наших людей, когда идут после храма домой. А тут разные мусульмане работают, там узбеки. Они наши сестры идут. Мы говорим, да это православные. Нет, это мусульманки наши. Они в два платка. Ну, как на картинах Репина, Сурикова. Это называется повойник. А когда в храмах мы молимся здесь, все спрашивают, а из какого монастыря приехали? Да ни с какого это. Так всегда было. У нас порядок такой, что за семь минут все заходят, объявляются уже. Осталось семь минут, все вошли. Даже ногами не переступать. Никто не кланяется. Полное, абсолютное молчание. Молиться о благодарении, настроиться. Это патриарх Алексей Первый, Семанский об этом говорил. Тогда молитвослов был. Чтобы чувства пришли в тишину. Семь минут полной, абсолютной тишины. И тогда царские врата открываются, и начинается служба. Растет. Сколько будет, за все и благодарите. Какая есть, не трогать. А вот посмотрите, Чаплин, Всеволод. Он очень известный. Отец Демитрия Смирнов. Там бороденка-то такая прям, волосинки отдельные. А он не трогает. Я говорю о людях. А Осипов бреется. 82 года. Он два года старше меня. Это не положено. Вы на иконах нигде не найдете, чтобы бритые были. Нигде. Христос с бородой. Апостолы, пророки. Ну, Ян Кронштадтский, посмотри, какой. Как. Ян Шанхайский. Ян Креститель. Это дело такое. Мы русские люди. Тем более мы верующие, православные. Давид, когда у него слуги, слугам полбороды обрели, так он их не пустил в Иерусалим, пока бороды отрастут. А мы в небесный идем, Иерусалим. У меня материалы обо всем есть. Одна книга у меня называется «К истинную православию». Когда на наш сайт зайдете, сайт, повторяю, не YouTube, сайт, в Осетии Библии, там все книги, но вначале впереди рамочки написаны «К истинную православию». Я 40 лет собирал материал на нее. Там помогали мне и профессора, и где находили все, и о крещении, и о покаянии, и о Слове Божьем. Ну, обо всем тематически. Из одних документов. Вот, да. О-о-о! Нет, Потеряевку уехал Володя, а я у меня 10 июня будет день рождения, 80 лет. Я уезжаю в это время. Мне сейчас тут встречи такие. Вот сейчас объявили, тут есть один блогер, такой журналист, шахматов, Алексей Викторович. И вот Диме этого, Владимира Головина-то там сан сняли, как бы, и он у него был, беседовали. Я в Барнауле сейчас нахожусь. И он сейчас, ему про меня везде говорили, дескать, вы там говорите, а он тут поехал, уже причащался, где-то в Омске был. А на субботу летит сюда специально для встречи с нами здесь, из Москвы. Ну, не знаю, как будет, там, помолитесь, чтобы благополучно было, потому что я все буду высказывать, как есть. Потому что если человеку не говорить, это из Икииля, 3 глава, 18 стих. Человек погибнет, и Господь говорит, а кровью я взыщусь с тебя. А если ты видел брата согрешающего и говорил ему, и он не принял, он умрет, но кровь его на голове его. На нашем сайте вы найдете море информации, там фильмы про нас государственные сняты. Все. Спаси Христос. Я отключаю вас. С Богом. Продолжение следует.